В 2020 году семьям 1500 военнослужащих, отдавших жизни в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, были предоставлены квартиры и частные дома. Получившим инвалидность в ходе боевых действий были выдано 400 автомобилей. Кроме того, на сегодняшний день назначены социальные выплаты 6500 членам семей героев, погибших во Второй Карабахской войне. Несмотря на сложности, связанные в первую очередь с пандемией, в 2020 году нам удалось в полной мере воплотить в жизнь предусмотренные для улучшения социальных условий граждан программы. Хочу отметить, что по итогам 2020 года был принят новый бюджет, который также ориентирован на расширение программы социального обеспечения. Создание социальных инфраструктурно освобожденных от оккупации территориях является приоритетом. В 2021 году будет уделено особое внимание также расширению социальных программ, таких как обеспечение жильем и автомобилями, самозанятость, создание новых центров ДОСТ, а также центров реабилитации и социальных услуг. Согласно указанию президента Ильхама Алиева, в скором времени завершится процесс передачи 4700 квартир на баланс Министерства труда и социальной защиты населения в целях их последующего предоставления семьям погибших военнослужащих. Это, в свою очередь, ускорит процесс обеспечения жильем этой категории лиц. В рамках мероприятия также было объявлено о начале с января месяца выплат пенсии учрежденных для Героев Отечественной войны. Заместитель министра отметил, что в целом по стране полтора миллиона человек получают пособия, 1 миллион 250 тысяч пенсии, 77 тысяч семей и адресную государственную социальную помощь. Ровшан Ильясов, Намик Гасанлы, Сибиси.